Сегодня без красавицы Ёлки невозможно представить ни одно новогоднее мероприятие. Именно она напоминает о приходе праздников, а дома под ее пушистые ветви Дед Мороз приносит заветные подарки. Решив удивить героя рождественских сказок, участники вернисажа смастерили новогодних красавиц из необычных материалов. Удивлению, в том числе и нашему, не было предела. Мандарины и разноцветные пуговицы, атласные ленты и кружево, бутылочные крышки и вата, а также другие не менее оригинальные предметы стали подручными материалами, с помощью которых рукодельницы создавали свои фантазийные шедевры. В этом году нас приняли в участие 26 человек. Это люди совершенно разного возраста, разных профессий. Это и участники каких-то коллективов творческих, и учащиеся в центре дополнительного образования, и студенты нашего университета, и пенсионеры, и совсем малыши, дети, которые еще не ходят в школу. Ёлочки выполнены в самых разных техниках, из разного материала, порой необычного. Выставка рукодельных ёлочек традиционная и проводится уже в третий раз. За это время вернисаж оригинальных старист новогодних торжеств завоевал большую популярность среди гостей и жителей города. А число участников, которые с каждым годом только растет, главное тому подтверждение. Да и как тут не восхититься, если фантазер и участница умудряются создать красавицу ёлку даже из макарон и баранок. Какая ёлка тебе больше всего понравилась? Номер один. А чем она тебе понравилась? То, что у неё на верхушке бантик. Мне понравилась ёлка из бубликов, потому что она сладкая. В этом году сотрудников музея ждал настоящий сюрприз. Жительница Полесье Валентина Попкова смыстрила и подарила крыведам куклу Деда Мороза. Так у экспозиции появился ещё один, не менее важный персонаж новогоднего праздника. Такой царский сувенир стал настоящим украшением вернисажа и гармонично дополнил уникальность ёлочной тематики. Работы, представленные здесь, именно ёлки, именно вот эти рукодельные, так сказать, изделия, они очень сделаны с душой, кропотливый и довольно трудоёмкий труд, но зато впечатление, конечно, прекрасное. Кроме новогодних красавиц, на выставке представлены авторские работы рождественских масок и фотографий, воспоминания о зимних праздниках ушедшего года. Вернисаж «Зимняя сказка» продлится до 20 января. Всё это время будет идти голосование, по результатам которого определится обладатель приза зрительских симпатий. Субтитры создавал DimaTorzok